приветствую вас, друзья мои, все в гостях на канале Старый Кровик Готовит. Сегодня у нас гитловско-белорусская кухня. Цеппелины или гицкукуляй. Дай бог мне здоровья. Давайте я познакомлю вас с ингредиентами. Фарш мясной. У меня свинина. Картошка почищенная. Картошка вареная толченая. Лук репчатый, соль, черный молотый перец, крахмал для подачи сметаны. Все. Лук репчатый я мелко-мелко порежу. Немного. Фарш посолю. Добавлю перчика молотого, черного. Перемешаю все. Руки чистые, не беспокойтесь. Это будет у нас начинка. Также можно использовать в начинке творог. Технология все то же самое. Я даже видел, что сначала фарш обжаривают. Мы это делать не будем. Следующий этап. Трем картошку. Я сделал в ровных пропорциях. Цеппелины делаются как из сырой картошки смешанной, так и из толченой и вареной. Немножко посолю. Перемешаю. Я отожму. Ну и перемешаю картошку всю. Следующий этап. Делаем колобок. Приплюснули. Берем фарш. Немного. Ну как с грецкий орех. Кладем середину и оборачиваем. Заворачиваем в картофельную рубашку. Делаем форму продолговатую. Сейчас он становится похож как раз на цеппелин, на тот дирижабль. По одной из версий, почему их так и назвали. В сторонку и занимаемся дальше. Получилось 9 штучек у меня. Фарш еще остался. Но не суть. Пойдем в горячий цеппелинов. При варке цеппелинов существует некая такая хитрость. Чтобы картошка не отслаивалась от фарша, надо развести крахмал. Я его в холодной воде разложу и ввожу в горячую воду. Вода закипает. Аккуратненько опускаем туда. Вот так вот будет. Мы их там не мешаем. Вот они всплывают. Ну и варим в районе на минут 20. Я на салфетку положу, чтобы немножечко впиталась вот эта вот крахмальная жидкость. Сверху сметанки. Так вот. Вместо сметанки можно поджарить шкварочки с лучком и сверху также полить ими. Будет тоже замечательно. Цеппелины готовы. Приятного аппетита. Спасибо вам, что забегали, смотрели. Готовьте, пробуйте. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok